Мастер-класс Мишка с цветами. Вот такого чудесного медвежонка мы сегодня с вами слепим. Для этого нам понадобится вот такая чашечка и 5 цветов глины FIMO. Серая, розовая, белая, голубая и нежно-бирюзовая. Для того, чтобы слепить такого медвежонка, нам нужна серая глина. Она будет самая основная, потому что медвежонок у нас будет серого цвета. Мы будем начинать делать с нашего медвежонка именно с головы. Поэтому мы берем небольшой кусочек серой глины, аккуратненько скатываем из нее шарик, чуть-чуть его плющим и начинаем прикреплять его к нашей чашечке. Находим удобное для него место и, соответственно, аккуратненько вот такими вдавливающими движениями крепим нашу головку к чашечке. Вот такой вот результат у нас получился. Маленькая, кругленькая такая головка. Соответственно, после этого мы будем делать туловище. Для этого мы берем чуть-чуть больше по размеру глины, чем было на голову. И аккуратненько тоже катаем шаричек, плющим его и немножко с одной стороны вытягиваем. Делаем вот такую капельку небольшую. То есть вы видите, что уже начинает вырисовываться маленькое такое тельце, туловище, можно даже сказать, для нашего медвежонка. Для того, чтобы оно получилось более красиво, мы аккуратненько отрезаем вот так вот сверху маленький кусочек глины. Это делается для того, чтобы в дальнейшем наша глина хорошо состыковалась с головкой медвежонка, и чтобы наше тело у медвежонка оставалось именно большим цельным таким кусочком. Все аккуратненько, хорошенечко прижимаем и плющим, и аккуратненько пальчиками создаем вот эту форму капельки для нашего тела. Вот что у нас получилось. Такой вот маленький промежуточный, так скажем, результат. Теперь нам нужно сделать мордочку для нашего медвежонка. Для этого мы берем маленький кусочек белой глины, делаем тоже так же, как и сделали с головой и с туловищем, катаем маленький шарик, потом его немножечко плющим и по бокам чуть-чуть вытягиваем в такой небольшой овал и крепим на стык между головой и туловищем для того, чтобы эта мордочка, так скажем, выступала соединительной частью для нашего общего медвежонка. Я также наношу небольшую разметочку, как вы видите, да, для того, чтобы потом понимать, как наша мордочка будет выглядеть, да, то есть чтобы аккуратненько сделать надрез ровненький прямой. Для того, чтобы сделать носик, я взяла маленький кусочек голубой глины, скатала маленький шарик и аккуратненько приплющила и сделала вот такой вот маленький носичек. Теперь наша задача по вот этим направляющим аккуратненько сделать прорезь в мордочке для того, чтобы сделать аккуратненькую мордочку. Мы делаем прорезь и потом вот эти маленькие выступающие края мы аккуратненько закругляем, то есть делаем мордочку более мягкой, более нежной, более такой милой. Вот такая маленькая аккуратненькая мордашечка получилась у нашего медвежонка. Теперь нам нужно сделать ушки. Для этого мы берем два маленьких одинаковых кусочка серой глины, катаем из них маленькие шарики, немножечко плющим и немножко отрезаем их у основания ножиком, делаем вот такой как бы полумесяц. Потом эти края, как вы видите на видео, немножечко, так скажем, да, сгибаем, чтобы получилось вот такое маленькое ушко и аккуратненько крепим к нашему медвежонку. Конечно же, все стыки мы сразу аккуратненько инструментом подгоняем, да, вот так как бы глину хорошенечко прижимаем для того, чтобы у нас все стыки были ровненькие, чтобы впоследствии, в дальнейшем, наша глина при запекании соединилась в одну общую, так скажем, цельную такую картину и ничего в процессе у нас не отвалилось. Точно так же мы делаем и второе наше ушко. Вот такие вот ушки у нас получились. Как видите, стыки все аккуратненько замазаны. Естественно, когда будет наноситься шерсть, все стыки еще раз перекроются, их вообще не будет видно. Для того, чтобы сделать ушки более аккуратными, нам понадобятся вот такие дотсы. Этот дотс, который вы сейчас видите, это самодельный. Конечно же, в продаже можно найти подходящие вот таких вот, да, так скажем, образов дотсы. Ну, естественно, вы ищете шарик, подходящий конкретно под ушко вашего медвежонка. То есть оно должно выглядеть у вас очень милым и аккуратненьким, поэтому слишком большой дотс не нужно использовать. Ну и маленький тоже, да, вот посмотрите. Сейчас я вам покажу, что получается, если использовать маленький шарик. Ушки получаются не очень красивые, поэтому мы подбираем под форму нашего ушка, чтобы дотс был как бы наполовину, можно так сказать, да, ушко для того, чтобы получались вот такие вот красивые ажурные ушки. Для следующего этапа нам понадобится розовая глина. Мы сделаем маленький такой свиторочек для нашего медвежонка. Для этого мне понадобится кусочек розовой глины. Я аккуратненько его раскатываю вот в такой вот пласт. Можно не сильно тоненько раскатывать, но и не сильно толстенько, да, то есть чтобы у нас оставался такой, так сказать, в миллиметра два, наверное, толщиной, да, пласт глины. Вы можете пропустить его через, допустим, текстурный коврик, если вам хочется, чтобы этот свиторочек выглядел очень рельефным. Линейку я немножечко выгибаю для того, чтобы у нас получился красивый нижний край. Аккуратненько вот так отрезаем линейкой все ненужное, и у нас получается аккуратненький красивенький срез. В дальнейшем нам нужно сделать сверху горловину у нашего свиторочка. Для этого я буду использовать, так скажем, формы металлические, которые мы сейчас с вами по форме нашего, именно, так скажем, горлышка подберем. Зачастую я для медведей пользуюсь именно красной вот этой вот, да, то есть она самая удобная, очень подходящая. Естественно, не самой металлической вот этой, да, стороной, а пластиком. Почему? Потому что по размеру пластиковая подходит лучше, чем металлическая. Хотя выдавливать нужно именно металлической частью. Но так как у меня не было такого большого диаметра, поэтому я решила выдавить обратной стороной, то бишь пластиковой. И мы аккуратненько продавливаем. У нас получается вот такой вот свиторочек, вот с такой вот миленькой горловинкой. И сейчас мы будем примерять его на нашего медвежонка. Берем нашу чашечку и аккуратненько, как бы немножко разгибая верхние уголочки, да, немножко по сторонам, как бы пытаемся одеть нашего медвежонка. То есть подогнать горловинку, бока, чтобы все аккуратненько, красиво легло. В дальнейшем, когда вы все это приложили хорошенечко, вы берете ножик и аккуратненько делаете надрез. И аккуратненько по спинке, по боковой, да, вот так вот получается ложится наш свиторочек. Со второй стороны мы делаем то же самое. Аккуратненький надрез вдоль головы и аккуратненький надрез вдоль туловища. В дальнейшем также мы берем любой инструмент, которым вам удобно работать, и аккуратненько загибаем все края, которые торчат. Аккуратненько все прижимаем, формируем для того, чтобы свиторочек еще лучше сел на нашего медвежонка. Теперь я хочу сделать красивую горловинку. Для этого я беру маленький кусочек белой глины, немножечко его раскатываю, беру, так скажем, металлическую форму, катер немножко, так скажем, меньшего диаметра, да, совсем маленький, для того, чтобы сделать красивую окантовку. Горловину верхнюю мы повторяем по тому же способу, что и делали свитерок, то есть отрезаем верхнюю часть нашим вот этим красным, да, для того, чтобы совпала эта горловина с нашей горловиной на свитерочке. Низ мы аккуратненько сейчас сделаем такие маленькие, да, вмятинки, так сказать, в этой глине, для того, чтобы снизу образовался очень красивый узорчик. Вот такой вот как бы маленький воротничочек у нас получился. Сейчас мы его аккуратненько прикрепим к нашему медвежонку, чтобы у нас получился очень хорошая, миленькая горловина у нашего свитерочка. Также аккуратненько все прижимаем, ужимаем для того, чтобы глина хорошо скрепилась между собой, соответственно, все неровности можно позатирать салфеточкой влажной для того, чтобы у нас не оставалось ворсинок, не оставалось пылинок и, соответственно, отпечатков пальцев, если вы работаете без перчаток. Вот такая горловинка у нас получилась. Сейчас для того, чтобы наш медвежонок был еще более милым, я решила добавить маленький мелкий горошек на этот свитерочек. Для этого я буду использовать самую-самую маленькую металлическую форму. Вот такая вот, совсем малюпасенькая. Ей я буду выдавливать глину из пласта раскатанного для того, чтобы получился горошек. В дальнейшем мы будем делать лапки для нашего медвежонка, поэтому мы берем кусочек серенькой глины, немножко скатываем ее, делаем как бы капельку, и эту капельку с одной стороны начинаем вытягивать, и у нас получается вот такая вот миленькая лапка. У нас и лапка получилась, и обратите внимание, горошек уже на нашем свитерочке. Теперь нам нужно сделать ножки для нашего медвежонка. Ножки мы делаем точно так же, как и лапку. То есть берем шарик, скатываем немножечко один край у шарика для того, чтобы получилась капелька, то есть как бы вытягиваем. Потом эту капельку мы гнем в нужную нам сторону, отрезаем край, прикрепляем к нашему туловищу и соединяем все стыки. И получаются вот такие милые ножки. В дальнейшем нам нужно сделать букет цветов. Для того, чтобы его сделать, нам нужно кусочек розовой глины, который я раскатывала вот в такой небольшой как бы шар, и прикрепила на чашечку к нашему медвежонку. Это будет основание для нашего букета. В дальнейшем мы берем розовую глину и аккуратненько делаем вот такие вот маленькие кругляшки. Я их называю кружочки маленькие, совсем маленькие. И из них мы будем делать розочки. Для того, чтобы сделать розочку, я использую вот такие вот маленькие кругляшки. Ну и, соответственно, вайнер, так скажем, лепестка розы, да, для того, чтобы наши маленькие розочки совсем были, так скажем, да, похожи на настоящие, чтобы даже маленькие лепесточки тоже имели красивый рельеф. Как мы делаем розочку? Мы берем маленький кусочек глины, да, аккуратненько скручиваем его как бы в спиральку, и у нас получается маленький бутончик. И вот вокруг этого бутончика каждый лепесточек, так скажем, да, который уже побывал на вайнере, который получил свой рельеф, аккуратненько прикладываем друг к дружке. У нас получается вот такая маленькая розочка. То есть каждый лепесточек мы аккуратненько вручную прикрепляем к нашей основной розе. Я работала в перчатках, но, честно сказать, зачастую без них лепить такие маленькие элементы куда проще. Поэтому, если вам удобно делать это без перчаток, то лучше, конечно же, сделать это без них. Так будет гораздо удобнее. Потом мы аккуратненько ножиком отрезаем основание у нашего цветочка, то есть делаем его плоским для того, чтобы хорошенечко и аккуратненько в дальнейшем прикрепить его на наше основание букета. Сейчас я только прикладываю, да, розочки для того, чтобы их потом в дальнейшем приклеить. Я использовала FIMO гель термоклей, который еще для того, чтобы в дальнейшем наши розочки после запекания скрепились между собой очень плотно и хорошо, чтобы ни одна в процессе использования эксплуатации чашечки не отвалилась. Поэтому каждую розочку перед тем, как прикрепить на основание, я смазывала клеем. Соответственно, когда мы собираем все розочки воедино, у нас получается вот такой миленький букетик. Добавляем маленькую лапку снизу для нашего медвежонка и вуаля, он почти готов. Также я добавила немножко лепестков, листики, как вы видите, да, их можно прорисовать обычным инструментом, не используя ни вайнеров, ни катеров. Наш букетик, я в маленькие пространства между розочками, которые оставались, добавила немножко голубых оттенков для того, чтобы наш букетик был не однотонный и выглядел более милым и нежным. Для того, чтобы наш медвежонок был действительно настоящим милым, нежным и пушистым, нам нужно прорисовать ему, конечно же, шерсть. Я прорисовываю шерсть именно металлическим инструментом, потому что это довольно удобный способ для того, чтобы сделать очень глубокий хороший рельеф на нашей медвежонке, чтобы шерсть выглядела более натуральной. Я делаю вот такие вот углубления ряд за рядом. Как вы видите, я разделила, да, нашу головку на две половинки, и они у меня будут идти полосочки не совсем прямо, а под небольшим наклоном, да, как вы видите, с одной стороны и с другой, для того, чтобы была не только имитация шерсти, но и имитация объема. Как вы видите, вот такой промежуточный вариант с головкой у нас получается, и, соответственно, вот такой вариант получается, когда наше туловище полностью прорисовано шерстью, вот такой вот милый медвежонок. Конечно же, вы потом берете еще инструмент, можно иголочку, можно тоже металлический какой-нибудь инструмент, и делаете два небольших углубления над мордочкой, то есть это наши глазки. В дальнейшем я захотела сделать букет более живым и интересным, поэтому я взяла вот эту вот уфе-смолу, небольшую капельку, и аккуратненько маленьким дотсом, ну, наверное, самым маленьким, какой у вас есть, потому что розочки достаточно маленькие и миниатюрные, я взяла дотс и аккуратненько вот эту уфе-смолу нанесла на лепесточки нашей розочки в разные места, для того, чтобы в дальнейшем эти капельки делали наш букет еще более живым и весенним. После того, как капельки мы нанесли, нам понадобится вот такой вот маленький ультрафиолетовый фонарик. Мы его включаем и аккуратненько все капельки наши проходим фонариком по нескольку раз, для того, чтобы все капельки с уфе-смолой хорошенечко затвердели. И вуаля, наш букетик получится более живым, капельки будут создавать эффект росы на наших цветочках. Вот такой вот в итоге у нас получился медвежонок. Для того, чтобы сделать эту чашечку еще более милой, я решила добавить маленький белый горошек. Для этого я использовала вот такую вот краску по стеклу и керамике белого цвета. Я взяла тоже такой же дотс и аккуратненько, макая его в краску, наносила небольшие маленькие такие как бы капельки, точечки поверх нашей чашечки вокруг нашего медвежонка, для того, чтобы наша чашечка была еще более милой. Когда мы нанесли этот рисунок, мы ставим нашу чашечку в духовку и запекаем по инструкции, указанной на упаковке глины. И в конце достаем нашего медвежонка и наслаждаемся нашей чашечкой. Спасибо за просмотр! Смотрите еще дополнительные видео на FIMA TV и L'Anglay. Субтитры создавал DimaTorzok